В ближайшее время в Санкт-Петербурге будут праздники. Знаете какие? Конечно. Какое? День народного единства. День народного единства. Ну, насколько я знаю, день независимости или народного единства. Точно? Да, все правильно, да. День народного единства. Нет. Ну, Холлэнд уже прошел. День народного единства. Вы имеете в виду ближайший самый? Да, конечно. Да, 4 ноября день. День народного единства. День Единства 4 ноября по всей России Да, конечно Праздник День Народного Единства 7 ноября или 4 ноября 4 ноября Да, это связано с Мининым Пожарским Собственно говоря, с тем, что собирали восстание Против поляков Историю этого праздника знаете? Хотя бы чуть-чуть Нет, наверное народ был разрознен раньше А потом в какой-то день сказали, что они все едины О, что-то да Что-то да, это про мининный брат Мальчика Какова его история? Насколько я помню это Уфууууууууу Я боюсь наврать что-то вроде Освобождения От Татар монгольского ига Когда Вот недавно просто Слушай как раз читал про это Ну, в общем, освобождение от монголо-татарского ига, когда там один из крестьянин поднял народное оболчение против вот этих монголо-татар. И как бы всем народным единствам они, собственно, и начали противостоять. Не совсем. Ну, хоть что-нибудь, какие-нибудь фразы, слова. Проскальзывает? Нет. В выходной день. Ну, скажем так, освобождение России от польского, так сказать, нашествия, скажем так. Не очень. Нет. Ну, Минин и Пожарский подняли восстание и освободили от польских захватчиков Москву. Честно? Давно там какая-то победа в какой-то, да, в битве. Это было еще. Не очень. Минин и Пожарский вам что-то говорили? Да. Конечно же. Не помню, конечно, кем они были, но они что-то серьезное в истории сделали. Планируете что-нибудь узнать, например, это праздник? Ну, так. Так как понедельник и вторник мы еще отдыхаем, конечно же, почитая все это в интернете. Ну, то есть, как бы, указалось, что вы не знаете, то есть собираетесь повысить свой кругозор? Конечно же. И когда узнаете бытие, расскажите, поделиться информацией? Ну вот, с друзьями собираюсь в понедельник куда-нибудь сходить, там, на какие-нибудь экскурсии и в музей там еще куда-нибудь, так сказать, повысить свою... Возвращать, наверное, вы планируете из того, что узнаете, что это за праздник. И потом просветить друзей. Вариант. Было бы интересно. Было бы интересно, да. Знаете? А вы хотите, чтобы вы где-то это посмотрели? Не, вообще, я просто спрашиваю, будете узнавать? Загуглим. Загуглите. Хорошо. Конечно. Хотелось бы. Праздновать этот день как-то собираетесь? Да, конечно, собираемся. Мы для этого приехали сюда из Рязани. Ну, я считаю, что время удачное, поэтому оставить, естественно, оставить. Ну, и как бы развивать дальше, чтобы это вошло уже в традицию такую более серьезную. Собираетесь как-то праздновать этот праздник? Мы приехали в Фитер отвечать. С другого города? Да. Мы из Москвы. Именно на празднике? Да, именно на празднике. Так вот, собственно, уже мы в честь этого и приехали в Питер. А, то есть из другого города приехали? Да. На экскурсию? Нет, просто погулять. Просто погулять? Ну, мы отметили, мы приехали сюда. Откуда? Из Москвы. Из Москвы приятно. Да. Не знаю, сегодня Хэллоуин собираюсь отмечать. Сегодня? Да. Он же вроде со вчера на сегодня. Просто со вчера на сегодня, но сегодня много мероприятий. Сейчас вот с ребенком поеду на Марсово поле. Просто именно это с ребенком? Да, река. А ребенку будете рассказывать про праздник? Про 4 ноября? Почему это праздник? Ну, наверное. Почему папа дома? Расскажу. Расскажете, да? Ваши дети и внуки знают об этом празднике? Знают, но внуки, ну, у меня и внуки, и дети как бы. Ну, знают, но, естественно, где-то недоработки родителей, дедушек, бабушек, что не настолько им истории рассказывают. Конечно, что-то знают, что-то не знают. Ну, что-то же рассказывали. Ну, что-то рассказывали, конечно. Про белые, тем не менее, к сожалению, у нашего юного поколения большие. Им не очень интересная история, к сожалению. Поэтому это и наши, конечно, ошибки. Поэтому детей надо больше рассказывать о прошлом, о великом прошлом России, скажем так. Поэтому я задаю двумя руками, чтобы осталось и развивался дальше. Собираетесь праздновать этот день? Нет. Ну, просто выходной день? Просто выходной день. В порядок праздника это пока что никак еще не вошло. А детям рассказываете про этот праздник? Нет пока, думаю, вот этим еще пока рано. Ну, рано еще. Ну, собираетесь. Когда-то, когда надо будет, расскажем, конечно. Собираетесь как-то этот день праздновать? Нет. Совсем? Нет, вообще нет. А если надо? Мне или... Празднику? Праздник, если надо, отметим. Надо. Партия сказала надо. Пойдемте, ребята, прямо сейчас. Народное единство. Да, мы объединимся. Вот просто девочка Бурятка, а это из Калмыкии. Мы все вместе. Пальчик. Просто удовлетворяйте праздник. Да, мы все дикимы. Все, мы идем олицетворять праздник.